Эстонская компания Сейчас экономика России продолжает падать, как и курс рубля. Вслед за этим мы видим ухудшение положения Финляндии, которая была гораздо сильнее связана с Россией, чем Эстония. Нашей сильной стороной остается частное потребление, а вот инвестиции пока, увы, на довольно низком уровне. Проблемы в туристическом секторе России и снижение платежеспособности россиян из-за уменьшения курса рубля по отношению к евро не могут не затронуть интересы туристического сектора и в Эстонии. Также серьезно стоит вопрос в сфере транспорта, логистики и сельского хозяйства. Это основные отрасли, на которые сильнее всего сказались санкции. Не просто сейчас приходится и предпринимателям, импортерам одежды, которые помимо всего прочего еще зависят и от погоды. А люди не очень понимают, что именно понадобится им в этом сезоне с его бесконечно меняющейся температурой. У каждой из трех балтийских стран есть своя так называемая болевая точка, несмотря на то, что мы находимся в одном регионе. Для Эстонии узким местом является отсутствие достаточно квалифицированной рабочей силы, и с каждым годом проблема все усугубляется. Возможно, властям следует серьезно подумать о будущем, в том числе и о системе образования в целом. Большая часть семьи отмечает, что их экономическое положение остается на уровне прошлого года. Но люди стали разумнее экономить, не покупать ненужную технику и больше откладывать на непредвиденные случаи. Целых 68% экспертов считают, что через полгода экономическое положение улучшится. Также ожидаются улучшения в инвестировании и частном потреблении. Но очень многое будет зависеть от ситуации со взаимными российско-европейскими санкциями.